добрый день уважаемые садоводы сегодня хочу поговорить о черенках и нескольких способах их укоренения черенки хризантемы изначально разберем то что в каждой группе свои черенки если это взять вот серию мини компактных хризантем у них высота до 25 сантиметров и череночки все очень маленькие хрупкие тоненькие baby key или ампеля тоже очень маленькие череночки сейчас это довольно такие длинные из-за того что весна солнце недостаток солнца и они немножко вытянулись но летом это сантиметров может быть 45 череночки не больше крупноцветковые хризантемы учитывая что эта группа высокорослая черенки всегда более крупные и более высокие также как и кустовые это срезочная культура череночки крепкие мультифлора сама по себе группа имеет высоту около 50-60 сантиметров поэтому череночки очень компактные очень маленькие последние черенки которые хочу показать это новая группа для нас английская хризантема в этом году она показала вот такие вот побеги довольно таки толстой крупной черенки как бы там ни было крупные то черенки или мелкие то черенки все они укореняются и к осени вырастают полноценно цветущее растение из такого маленького череночка будет шар итак первый способ укоренения черенка это торфяные стаканчики довольно таки сейчас распространенный способ высаживать рассаду вот такие вот стаканчики насыпаем торф песок перлит влажный уже у меня вот такой вот хороший рабочий инструмент я делаю им дырочку чтобы не ломать черенок черенки все таки весной очень хрупкие обмакаем корневин если вы другим укоренителем пользуетесь ради бога это ваш выбор вставляем дырочку немножко придавливаем все черенок стоит ставим тепличку прыскаем преимущество то что вы не травмируя корневую сразу со стаканчиком высаживайте в грунт и он дальнейшем развивается и растет в почве хочу рассказать вот таком экономном способе многие хозяйки имеют из под яиц вот такую штучку и можно ее использовать также для укоренения для примера я взяла кусочек принцип работы тот же самый делаем дырочки и вставляем черенок торф слегка влажный окунаем корневин вставляем прижимаем это способ есть люди которые не хотят затраты какие-то на кассетнице стаканчики или еще что-то когда есть дома вот такая вот штучка почему бы нет еще один вариант это вот из-под конфет из-под пирожных из маленькие тортики есть упаковка остается упаковка почему бы ее не использовать тоже для черенкования все черенки укореняются практически по одному тоже принципу эти очень хрупкие это анпеля поэтому по-любому надо делать им дырочку для того чтобы поставить и конечно чтобы зафиксировать положение земле мы немножко поправляем и придавливаем не смотрите то что они такие маленькие как только они укоренятся они пойдут в рост но в осени конечно будет результат уже бирочки ставим обязательно ставим бирочки подписан какие сорта еще один способ это укоренение в торфяные таблетки тоже очень удобный он не того что тоже не травмируется корневая зачеренковали укоренили и высадили прямо в таблеточки что большая таблетка то тут есть выемка но мы все равно и расширяем тоже чтобы черенок прям стал сама по себе таблетка очень плотная и можно легко поломать просто черенок вставляет туда также фиксируем я можно таблетки поставить в кассетницу а можно поставить их стаканчики большая таблетка на не совсем проваливается стаканчик но она все равно зафиксирована и не падает может чуть-чуть придавить как бы чуть-чуть опустить ее маленькая таблетка но это не совсем маленькая средняя таблетка она полностью уходит в стаканчик и черенок как бы получается глубоко сидит вот видите тоже забыла расширить надо обязательно дырочку чуть-чуть расширить таблетки все-таки предназначены для посева семян изначально поэтому вот так вот и если и оставить аккуратненько стаканчик то она полностью уйдет вниз самый экономный способ укоренения черенков вот такие вот чеплашки плане того что мы торфяные таблетки кассетницы стаканчики они занимают много места если вы будете использовать мини теплички там тоже их много не поставишь данную тару можно поставить до 12 черенков когда они уже дадут корешочки небольшие уже можно перевалить их на стаканчики и дальнейшем доращивать первый этап когда черенки должны дать корешки адаптироваться именно вот таких вот чеплашках но опять таки это для тех кто выращивает но немножко хризантема для себя штучек там по 5 по 6 но не массово все варианты которые я сейчас показываю это чисто любительские почему я выбрала такого тару которая повыше есть чеплашки которые пониже маленькие но как правило чтобы меньше пересыхали я вожу почва смеси хорошо прям больше половины важно важно не мокрая и все то же самое по одному принципу корневин фиксируем данной процедуре наверно вот именно аккуратность потому что черенки в это время очень хрупкие и можно вставлять землю даже если она будет очень рыхлая и очень мягкая все равно можно поломать ну просто будет обидно то что в процессе черенкования вы потеряете посадочным материал то что они немножко подвяли это не страшно я их почеренковала готовилась к видео и немножко как бы вот они подветрились еще один способ укоренения черенков хризантема это перлит перлит должен быть влажный также делаем краем ставим черенок поправляем верочка все встань тепличку сейчас они я покажу вам как я составлю все это в контейнер процессе что из этого получится как они укоренятся в какой форме какие черенки будут у меня всем известные контейнеры с экспресса да всем знакомы ютубе очень много видео по этому поводу если вы считаете что такого контейнера для вас много можно использовать вот такие вот одноразовая посуда контейнера просто высокие чтобы можно было поставить также можно свободно поставить таблетки без стаканчиков или торфяные стаканчики вместо если вы думаете что вот это придавливает то то нет это всем достаточно места не довольно таки спокойно и стоят пропрыскивать еще раз желательно я бы так посоветовал все-таки обработать фунгицидом от корневой гнили и закрываете на недельку она стоит закрытая там создается микроклимат который благоприятно воздействует на образование корней вот такой контейнер у меня получился конечно я вам покажу что будет от из этого выйду через неделю две недели посмотрим кто как укоренится какие корешки при каком способе лучше будут развиваться я не говорю что вы должны теренковать только так и никак не иначе я просто показала несколько способов как можно теренковать но у каждого садовода может быть где-то схоже конечно но все-таки свои секреты и свои навыки в теренковании все всем успехов которые не использовали в ту же жидкости алисской левогики все ещё и смеха алиссер все еще и напомним ты алиссер алиссер алиссер